Привет, и ностальгирующие критики, я это помню, так что вам не обязательно. И добро пожаловать в специальный бонусный обзор с моего DVD. Эй, разве каждый ребенок не мечтал в детстве стать Рэмбо? Кроме девочек. Разве что у них гендерные проблемы. Что ж, выяснилось, что дети в Турции тоже хотели бы им быть. Именно поэтому и делаю обзор на фильм «Турецкий Рэмбо», также известный как «Ярость». Этот фильм примерно так же плох, как кажется. Выпущенный в 86-м, это дурацкий плагиат франшизы со Сталлоне воистину, является сокровищем для любого искателя дерьма. Ведь его снял тот же парень, который принес нам «Турецкие звездные войны» и «Турецкие челюсти». Было бы страшно, если бы он снял еще «Турецкую глубокую глотку». Но что же не так с этим «Турецким шедевром»? Что делает его плохим? Что ж, завязывайте повязки и готовьтесь к диалогам, которые не совпадают с движением губ. Это «Турецкий Рэмбо». Фильм начинается с показа «Турецкого флага», на котором изображен Пакмэн, который ест сюрикен. И нам показывают имя главного актера. Ничего себе! Сердор! Тот самый Сердор! Черт возьми, да они не жалели бабла на это, не так ли? А вот и название этого выноса мозга. Ярость. Нет, это не эта ярость, ибо, видит бог, это было бы намного интересней. Минуточку. Режиссер по цвету? Режиссер по цвету? Да что, черт побери, вообще делает режиссер по цвету? Иди сюда. Я знаю, что ты на самом деле зеленого цвета, но я не чувствую этого. Так, давай иди, сделай все как следует. Да ладно, ты играешь как будто оранжевый. Итак, фильм начинается с национального стамбульского отпуска, и мы видим, как автомобиль едет по пустыне. Кстати, но разве он не прекрасно отреставрирован? Каждая пылинка осталась на том же самом месте, где она и должна быть. Судя по всему, водитель везет мужика из Принглс до места назначения. Ну а нас нет, кто, мать его, этот мужик? Ладно, неважно, давайте лучше посмотрим, что будет дальше после этой сцены. Походу, еще одна сцена с ездой. А после этого? Еще одна сцена с ездой. А после этого? Та же сцена, мне понравился этот фильм, не так ли? Турецкий Рэмбо, захватывающий упражнения для водил. Наконец, мы переносимся в то, что отдаленно напоминает сюжет. Что по мне не у зрителей, я должен сделать. А потом? Еще одна сцена с ездой. А нет, подождите, сцена с ездой под музыку. Ну это точно сделает эту сцену более захватывающей. Может кто-то во что-то выстрелит? Спасибо. Мы таки выбытаем, у тебя твой секрет в приготовлении этих чипсов. Но все в порядке, у мужика из рекламы Принглс есть солдаты-охранники, которые просто стоят там, пока его увозят. Никогда не нанимайте людей из Крейглиста. И так они ловят пару горных бандитов и привозят их к военным. Они что, бросили за решетку оператора? Почему я так спонтанно привлекаюсь этой четвертой стеной? И так двое бандюк заглянули в соседнюю камеру и увидели нашего горе-турка, известного как... То есть Сердар играет очень сложную роль Сердара. Очевидно, что у амплуа этого актера хватает очень широкий диапазон. Оказывается, что Сердар это шпион военных, которого отправили на задание, чтобы он узнал побольше об этих горных бандитах. Может, перестанешь на нас пялиться? У меня что, между зубов что-то застряло? Прекращай, чувак! Сердар бежит и помогает бежать бандитам. У меня такое ощущение, будто он издал звук в стиле Литтл Ричарда. У-у-у-у-у-у! Итак, Сердар следует за ними, чтобы узнать, где находится укрытие бандитов. Кстати, какой смысл в тех цепях? Они что, для того, чтобы он не смог поднимать руку на уроках? Поэтому большинство времени они просто лазают по горам, показывая нам одну из безлюдных дыр, которые может предложить нам Турция. Блин, этот режиссер по цвету в самом деле делает превосходную работу, не так ли? Больше светло-коричневого цвета! Пусть эти безликие пейзажи просто выскочат на меня с экрана! На тот случай, если вы что-то пропустили, у нас тут скалолазание. Да уж. На данный момент у вас есть уникальная возможность переключиться и посмотреть усыхание краски. Давайте, посмотрите на это зрелище. Я уверен, что если краска и засохнет, они до сих пор будут лазить по этим горам. Чё это? Цепь, очаг, женщина. Что? Может, объяснишь хоть что-нибудь, фильм? Может, ты забил на все сюжетные рамки и решил, что скалолазание более важно для сюжета? Я не об этом спрашивал, но и пусть. Тогда зачем вы его ждете? Ой, а кто вдруг появился у дверей? Эй, а мы думали, ты никогда не вернешься. Моя маленькая сорокалитняя дочка. А папа-то ни разу не выглядит старым. Да она постарше его будет. Если вы надеетесь, что те не накинут ему двадцатку, то вы серьезно ошибаетесь. Следом в их дом вырываются какие-то рандомные негодяи, и наш герой дает им отпор. В следующий раз я ударю тебя по-настоящему. Что ж, удачи вам, барышня. Надеюсь, ваш дедушка быстро закипит. Ну, я сморозил. Так, женщина, то бишь девушка, именно так ее называют в этом фильме, пытается выяснить, сможет ли она пойти с ними. После этой долго увлекательной сцены мы переносимся к местонахождению горных бандитов, которыми руководит злой клон Джеймса Липтона. Почему он истекает не кровью, а горчицей? У помощника режиссера что, кетчуп закончился? А теперь скажи мне, если существует рай, то что по-твоему скажет тебе бог у врат рая, паскуда? В это время в укрытие прибывает Сёрдор, Осман и девушка. И там их встречают не очень радостно. Ты прибыл как раз вовремя, чтобы видеть, как я превращусь в жабу мутанда. Так, Рикарда, Монтаблафа вводит, а в это время... Что? Что? Общая съемка, люди, используйте общую съемку! Так, большинство её диалогов явно навеяны принцессой Питч. Ой, вы ужасные скоты! Марио! Марио! Он что, неправильно свернул, когда направлялся к Альбукерке? И так они хватают девушку и начинают делать самую ужасную в мире вещь. Медленно рвать её платье. Не заставляй меня портить обувь, я испорчу обувь! Что за рожен вообще корчат? Он что, хочет стать новым бомбкетом, голтуэтом? Я не хочу портить платье! Это очень красивое платье! Мне будет стыдно, если оно порвётся! Мне кажется, что даже он устал от собственных криков. Ну да, походу, ой-ой-ой! Ну отлично! Тогда мы поговорим-поговорим! И так мне довольно-таки тяжело ловить суть, но... Мне кажется, что другой спион, якобы работающий на другую группировку, обманул якобы. Тот купился и решил, что у него заплатят нехилый выкуп. Единственными недостатками является то, что якобы необходимо привезти к их логову с тем, чтобы получить за него выкуп. Кто же сможет его словить и привезти туда? Так он выглядит как очень хороший воин! Ну спасибо, спонтанная двойная Кейт Уинслетт! Ты вообще кто такая? Не обращайте внимания, у нас тут сцена с купанием Рэмбо! Ну ладно, не покупали его, чтобы ещё попытать. И снова его купают. А теперь снова пытают. Да пошли вы в жопу! Вы можете вставить сюда любые кадры, и у них будет столько же смысла! Итак, Сердер соглашается взяться за эту миссию и привезти якобы в их лагерь. Между тем, девушке удается бежать из плена. И чтобы окончательно запутать сюжет, лидер преступников приказывает убить Сердера, после того, как он похитит Якоба. Вы знаете, я сел смотреть этот фильм надеясь на бессмысленное насилие. Бессмыслицы кучи, но где же насилие? А вот и оно! Мы что, переключились на просмотр скетча Монти Пайтона? Пожалуйста, не трогай моего сына, я дам тебе ветчину! Мы видим, что Сердер встретился с девушкой и вломился в дом, чтобы свасти то семейство. Я так понимаю, он сделал это дважды на всякий случай. Хорошо, что эта комната длиной в полторы мили! Извините, мне нужно сделать себе обрезание. Так они забирают джип негодяев и едут в... Угадали! Еще больше кучи негодяев! Вы могли хотя бы играть так, будто эта сцена захватывающая! Ну, это было приемлемо бессмысленно! Он потратил в пустую две минуты времени зрителей! Молодец, джип! Молодец! Ура! Между ними происходит почти настоящий разговор! Не берите в голову! И что же мы получаем в момент хотя бы какого-то подобия развития персонажей? Еще больше скалолазания! Ох, какая неожиданность! Ну, это явно лучше, чем ждать, когда придет мой молодой отец и его сострелят! Ой, смотри, камень! Дай мне руку, я ударю ее! И здесь нам показывают абсолютно бессмысленный флэшбэк! Видать, это были времена, когда он работал каскадером-дублером Ман Дамма на съемках уличного бойца! Вы знаете, зеленый не лучший цвет для камуфляжа посреди пустыни! Все-таки режиссер по цвету работает в поте лица! О нет, я немножко расстроился по этому поводу! Итак, наши герои разводят костер, ну или потому, что Монташа решил, что она должна магическим образом появиться в кадре! Что? Хорошо, девка, ты забежала вперед на десятки страниц сценария! Мы сейчас на 31-й странице! После того, как она пытается как-то компенсировать полное отсутствие образа, мы видим, что им дается проникнуть в лагерь, где, судя по всему, скрывается Якоб! Итак, он ведет Якоб обратно в логово бандитов! Вдруг они встречаются с Османом, парнем, которого он спас в начале фильма! О нет, они его полностью облили томатным соком! О нет, только нет! Хрен не ее знает, как ее звали! Боже, это же обезьянья аэробика! Ощущение, что в любой момент появится надпись «Турецкий цирк солнца»! Да перестань ты щеканать мне, серьезно, я сейчас уписаюсь! Так, хрэ! Удар ниже пояса! Расснижение времени! А, ну ладно! И так они похоронили девушку и продолжили свой путь к убежищу бандитов! Очевидно, что Джип снова должен им послужить, и они едут на нем обратно! Но лидер банды не рад видеть Сердера живым, поэтому он пытается убить его и другого шпиона! Это, пожалуй, самая яркая смерть, которую я когда-либо видел! То есть, кто умирает таким образом? Уря, умер! Целава! Легендарна! Во время стычки Сердер пытается освободить кучу заложников, которых удерживали бандиты! Нет, не взрывоопасная пушка, нерф! Уря, он подорвал то же самое место! Можно было так просто переломить все доски все это время? Может им следовало поставить туда решетку вместо досок из пенопласта? И так Сердер с помощью своей базуки-пугача начинает подрывать все к черту! Кстати, откуда у него постоянно берутся боеприпасы? Он что, каждый новый снаряд для базуки извлекает из своей задницы? О, да он просто находит их на земле, это еще лучше! Знаешь, Гарри, не стоит раскидывать снаряды повсюду! Да не сытый! Что думаешь, что какой-то психопат придет сюда, схватит базуку и случайно наткнется на мои боеприпасы? О, нет! Ему в глаза попала приправа! Ебаная бочка! И перед расправой ему видится эта девушка со своей исповедью! Это тебе за радость! Это тебе за мир! Это тебе за мир без насилия! Умри! Так Сердер побеждает бандитов, какой-то мужик, похожий на Артура Слагварда, говорит ему Молодец! Этот фильм наконец-то заканчивается на счастливой ноте! На печальной ноте... Просто заканчивается! И это был турецкий Рэмбо, также известный как Ярость! Так какой же он? А как вы, мать вашу, думаете? Это стопроцентное говно, но к чести фильма скажу, это довольно-таки приемлемое говно! Буквально каждую минуту происходят до уржаки смешные события! И если вы ищите фильм с уровнем глупости и эпических масштабов, то этот фильм точно вам подойдет! Такой вот обзор! Хочу еще раз поблагодарить за то, что раскошелились на мой DVD и поддержали меня! А теперь я думаю закончить обзор так, как бы это сделал турецкий Рэмбо! Я настридирующей критике, я это помню, так что вам не обязательно! Озвучил Хайман Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...